Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования. Инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования меньше одного года. Сегодня пятница, 1 октября. По традиции пополняю свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Как мы видим сейчас в моем инвестиционном портфеле 10 компаний. Это компания Аэрофлот, Газпром, Магнит, Московская биржа, МТС, Роснефть, Сбербанк, Северсталь, ФСК ЕС и компания Яндекс. Общий портфель у меня составляет 52 844 рубля, почти 53 000. Давайте смотреть, как менялись показатели компании на недельном графике и будем совершать покупки. Начинаем с компании Аэрофлот. Аэрофлот за неделю прибавляет 5,5%. Рост хороший, стоит сейчас по 70 рублей 66 копеек. Я думаю, такая тенденция роста продолжится. Также по общему портфелю Аэрофлот у меня подрастает на 3,5%. В принципе, по Аэрофлоту серьезных вопросов у меня нет. Идем дальше. Компания Газпром. Газпром за неделю подрастает на 4,5%. На этой неделе Газпром пробил отметку 350 рублей за одну акцию. Торгуется сейчас по 358,58, почти по 359. В моменте на неделе он доходил до отметки 360, даже пробивал эту цифру. Стоил 364 рубля, почти до 365 рублей. Газпром, конечно, лидер моего портфеля. Если посмотреть по общему портфелю, подрастает он на 39%, почти на 40%. По такой цене, конечно, усредняться не очень охота. Потому что, грубо говоря, у меня средняя получается 258 рублей. Уже цена 358 рублей. А 100 рублей в плюсе. Поэтому пока будем сидеть без Газпрома, не будем пока что усреднять. Так, Магнит за неделю прибавляет 1,5%. Также пробил отметку 6000 рублей за одну акцию. В моменте доходил до цены 6131 рубль. В принципе, Магнит потихонечку начинает свое восстановление. Также по портфелю он у меня в плюсе на 10%. Московская биржа немножко снижается. Ну как, не немножко, на 5%. Сейчас торгуется по 170 рублей 80 копеек. Средняя у меня 172 рубля, почти 173 рубля. Конечно, если до отметки 165 московская биржа отскучит. Было бы шикарно вообще по 160. То активно начну докупать ее. Так, МТС у нас на недельном. Ну тут практически на 1% подрастает. С МТСом, ну, в прошлых видео рассказывал. Не все так радужно. Да, дивиденды, конечно, хорошие платят. Но компания не отрастает. Компания находится сейчас в таком боковике. В принципе, я думаю, если бы дивиденды были бы поменьше, если бы МТС не направлял бы все 100% своих выручек на выплату акционерам дивидендов, то цифры были бы гораздо существеннее, гораздо больше. Также по МТС у нас планируются дивиденды. Осталась тут буквально неделя. 10 рублей 55 копеек выплатит на одну акцию за второй квартал 2021 года. Роснефть у нас подрастает на 3%. Роснефть наконец-таки начинает вслед за своими самыми высокими дивидендами. Напомню, что дивиденды выплатят за второй квартал 18 рублей 3 копейки. Это, я могу вам смело сказать, очень жирные дивиденды. Но вслед за дивидендами начинает пробивать отметку 600 рублей за одну акцию. На неделе доходил до 640 рублей за одну акцию. Сейчас торгуется по 614. Но, наверное, Роснефть все-таки покажет, на что способна. Сбербанк наконец-таки начинает у нас отрастать. На недельном плюс 3,5%. Торгуется сейчас по 337 рублей. Также на неделе показывал и 342 рубля за одну акцию. По общему портфелю у меня Сбербанк в плюс 10%. Но, конечно, меня как инвестор это начинает немного радовать. Самый большой минус у меня по портфелю в Северстале. Северсталь снижается на 5%. Торгуется сейчас по 1499 рублей. В принципе, Северстали у меня и так очень много. Но у меня очень большая средняя 1651 рубль. По средней, конечно, если на этой неделе докуплю и Северсталь, то средняя, конечно, уменьшится. Это немножко будет по портфелю поприятнее, чем сейчас видеть. Минус почти 10% по Северстале. Так, ФСК ЕС у нас снижается. Снижается на 2%. Сейчас торгуется почти по 19 копеек. 18,5 если точнее. ФСК ЕС тоже, конечно, по портфелю очень сильно снижается. Почти на 9%. Но надо думать, конечно, что с ФСК ЕС делать. Докупать, не докупать. Будем размышлять. Ну и напоследок, компания Яндекс. Яндекс снижается у меня на 2% за неделю. Торгуется по 5 764 рубля 40 копеек. Яндекс, конечно, хотелось бы видеть побольше цифры, потому что они платят дивиденды. Все свободные деньги направляют на развитие своего бизнеса. Также хотелось бы увидеть эти цифры в своем портфеле. Раз компания платит дивиденды, то, конечно, котировки должны быть немножко, мне кажется, побольше. Ну, так что вот такой сделали краткий обзор по компаниям. Как снижались компании, как росли компании на недельном графике, посмотрели. Ну и давайте совершать покупки. Больше всех по портфелю у меня просаживается компания Северсталь. И я думаю, на этой неделе возьмем одну акцию компании Северсталь. Давайте посмотрим, сколько у меня там средняя. Средняя у меня 1651 рубль. Так, торгуется по 1503 рубля 2 копейки. Я думаю, надо покупать. Нажимаем «Купить». Количество лотов. Один лот, одна акция. Количество, доступное для покупки за счет собственных средств. Один. Нажимаем «Один лот». Нажимаем «Готово». Итоговая цена 1503 рубля 20 копеек. Комиссия брокера 0,75 копеек. Комиссия биржи 0,15 копеек. Нажимаем «Купить». Нажимаем «Подтвердить». Все, заявка успешно создана. Заявка исполнена. Компания Северсталь в количестве одной акции добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь у меня в портфеле 5 акций компании Северсталь. Давайте посмотрим среднюю. Сколько средняя? Средняя 1621 рубль была 1651. Минус 30 рублей, да, еще выиграли мы, так сказать. Так, на брокерском счету осталось 496 рублей 66 копеек. Деньги должны работать, поэтому эти средства мы направим в фонды ликвидности от ВТБ. Нажимаем «Купить». Количество лотов 1 лот 1 акция. Количество доступных для покупки за счет собственных средств 460. Нажимаем «460». Нажимаем «Готово». Итоговая цена 496 рублей 11 копеек. Комиссия брокера 0. Комиссия биржи 0. Нажимаем «Купить». Нажимаем «Подтвердить». Все, заявка у нас успешно создана. Заявка исполнена. Так, это не компания. Фонд ликвидности у нас пополнился. Осталось на брокерском счету 55 копеек. Но, к сожалению, вот эти 55 копеек уже никуда нельзя закинуть. Так, что фонд ликвидности у нас теперь пополнился. 3694 рубля. Так, что подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуете мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии. Отвечать на все комментарии. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией. Выпускать новые видео. Показывать, как я инвестирую. Как я покупаю российские акции. Российские компании. Всем счастливо. Всем пока.